Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. У нас очередной выпуск ответов на вопросы. Итак, следующий вопрос. Дмитрий, не могли бы вы во время готовки на плите говорить, на какую цифру вы поставите огонь? Легче ориентироваться, нежели средний, выше среднего, чуть ниже среднего. У кого тоже индукционная плита, у меня, например, намного обреченную ситуацию. Не облегчило бы ситуацию намного. Вообще бы не облегчило. Дело в том, что, когда я говорю, когда в книгах пишут, средний огонь, выше среднего, ниже среднего, слабый огонь, речь на самом деле идет не о силе пламени, а о том, что происходит в этот момент в посуде. Как несложно догадаться, при сильном огне в кастрюле или на сковородке происходит сильное какое-то действие, сильное кипение, бурление. При слабом огне очень слабое кипение, при среднем среднее. И это кипение зависит в десятой области от цифры на плите. Это зависит от размеров этой вашей кастрюли, потому что вы поставите на тот же самый маленький огонь маленькую кастрюльку, и в ней на самом маленьком пламени будет сильное достаточно кипение. Поэтому от этого надо отталкиваться. К тому же, разные индукционные плиты разных производителей имеют разную тепловую мощность. И поэтому одна и та же цифра на этой плите, на моей, к примеру, и на вашей, может означать существенно разное поведение на плите вашей кастрюли. Поэтому не говорю, чтобы не водить в заблуждение. Следующий вопрос. Дмитрий, сколько хранится соус дымеглас, приготовленный по вашему рецепту? Хранение любых продуктов зависит в первую очередь от того, насколько чистая посуда, в которой мы храним. Если вы посуду для дымегласа простерилизовали и залили туда кипящий дымеглас, и стерилизованной крышкой закрыли, хранится будет в холодильнике годами. Хрустальный рис пытаюсь сделать. Не умею готовить хрустальный рис, ничего не скажу. Часто ли ездишь в Россию? Стоит ли при следующих посещениях родной страны ждать совместных видео с другими блогерами? В России не было уже два года, наверное, если не больше. Если появлюсь в России в ближайшее время, скорее всего, что-нибудь сниму, если договариваюсь с другими блогерами. Возможно ли сделать в мороженой форме шарика без специальной ложки? Возможно. Дима, оставите ли вы семьей и жите навсегда в Испании? Если да, то планируете ли в будущем получить или испанское гражданство? Не знаю насчет будущего. Пока живем. Посмотрим. Я стараюсь не загадывать туда далеко вперед. Так, про Сталик опять вопрос. Отвечал про Сталика в предыдущем выпуске. Дмитрий, как вы считаете, возможно ли выпекать в духовке, где жар поступает только снизу? Возможно. Для более удобной выпечки в такой духовке вниз нужно расположить теплоаккумулятор. Им может выступить камень. Толщина где-нибудь 2-2,5-3 см плоский. Какая-нибудь гранитная плита или глиняная плита вполне подойдет. Или можно обычную керамическую плитку, глиняную, наложить слоями. Прогревать предварительно. Оно будет выравнивать всю эту температуру. Или можно старый противень засыпать толстым слоем соли. Соль, она тоже каменная же, да? Она тоже будет прекрасно работать теплоаккумулятором. То есть, все можно. Конечно, с тектором геморрой. Дмитрий, вы для меня главный авторитет по работе с тестом. Спасибо. Ну, я слаб с тестом на самом деле. Хочу сделать хороший хачапури в духовке. Будет там хачапури в духовке. Мне хачапури очень нравится. Но здесь в Испании большая проблема с сырами. Я имею в виду с сырами для хачапури. То есть, никаких там имеретинских не найти. Осетинских сыров не найти. Вот сегодня только, кстати, готовил для семьи хачапури. И в качестве сыров использовал фету и моцареллу. Не полная замена, но тоже ничего. А про тесты расскажу, как с черепури работать. Там, кстати, интересная работа с тестом. Обязательно сниму ролик. По-аджарски, да, второй вопрос. Да, именно по-аджарски я и готовил. Доброго времени, Дмитрий. Спасибо за интересный канал. Пожалуйста. Вопрос. Как вы относитесь к трудам Вильяма Похлебкина? Со скептицизмом. Во многом Похлебкин делал правильные вещи, классные. Но иногда он за общие, так сказать, моменты выдавал частности, которые где-то подсмотрел. И примеры этому я приводил в других видео. Здравствуйте. Спасибо за контент. Пожалуйста. Очень интересно узнать про жизнь в Испании. В частности, про работу. Сложно ли найти, если ты приезжий из русскоговорящей страны, если ты из Латинской Америки. Да, сложно найти здесь работу. Практически невозможно. Дело в том, что в Испанию из России, к примеру, приезжающий товарищ не имеет права на работу, если только вы специально не пригласили. И получить это право можно только после пяти лет проживания здесь, официального проживания. Устроиться на работу нелегально можно, но не знаю, кто вас на такую работу возьмет. И меня тоже. Потому что штраф за нелегально нанят на работу то ли 20, то ли 40 тысяч евро. Какие-то сумасшедшие деньги. По-моему, 20 тысяч евро. Не совру. А в Испании еще безработица. Очень большая безработица. Официально 25% на самом деле больше. Среди молодых людей в возрасте до 25 лет 50%. Короче, беда. Поэтому в Испании можно жить только если ваш источник дохода в другой стране. Ну или если у вас так, денег полные карманы и вам не нужно работать. Сама хочу переехать в Испанию, владея английским и испанским немного. Ну, язык, конечно, важен, но не сильно на самом деле. В первую очередь, потому что работы нет. Паса, паса. Но, но фото, видео. Видео, си. Ун, канал на YouTube. Си. Спрашивал, для чего я снимаю фотографии или что. Так. Дмитрий, когда солить мясо для жарки, в том числе на углях? Нет ли такого, что соль не только меняет, но и улучшает вкус? Про соль я неоднократно вам рассказывал. Дело в том, что соль, растворяясь в мясном соке, повышает астматическое давление на стенки клеток. В результате эти стенки лопаются, и клеточная жидкость выходит наружу, мясо теряет сок. Но этот процесс не быстрый, мягко говоря. Поэтому, если вы посолили мясо, подождали 15 минут, полчаса, не знаю, 40 минут, то сока в этот момент мясо потеряет, ну, не знаю, там 2, может 3 процента. Короче, не принципиально. Значительно больше вы можете привести проблем своему мясу, пересушив его, выбрав неправильный режим на углях или на сковороде. Поэтому, по большому счету, не важно. Люля-кебаб из свиноговяжьего фарша. Но никак не могу добиться хорошего результата. Может, поможете? Помогу. Сниму и помогу обязательно. Для этого мне нужно найти здесь широкие шампуры. Пока не нашел. Дмитрий, здравствуйте. Хотел спросить. Есть желание открыть свой собственный ресторан у меня? И какие вы его видите? Какая кухня там была бы? Вы бываете в Москве или в Санкт-Петербурге? Если да, то нет ли у вас желания сделать совместный проект с другими куннальными блогерами? Желание совместный проект сделать есть. Ресторан накрывать не хочу. Потому что я некоторое время крутился в разных бизнесах. И вы представляете, что ресторан – это самый, наверное, неблагодарный вид бизнеса. Это адовый труд. К сожалению, с кухней, с качественной кухней он ничего общего не имеет. Потому что если делать действительно классную кухню, хорошую, вкусную, это будет стоить очень дорого. И люди в такой ресторан просто не пойдут. А если делать такой ресторан, чтобы люди могли в нем нормально обедать, то есть конкурировать с другими ресторанами на такого же уровня, то значит нужно делать как все. То есть покупать, по сути, замороженную еду, разогревать ее у себя и гнать все это дело на прополую. Поэтому не хочу. Так, следующий вопрос. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Планируется ли вы снять видео про выбор продуктов? Как правильно выбирать? На что обращать внимание? Возможность тонкости хранения некоторых продуктов? Скорее всего, нет. Слишком сложный, слишком разнообразный вопрос. Поэтому... Ну, о чем нам говорить? Как выбирать мясо, что ли? Там столько нюансов. Вот. Ну, на сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо за компанию. Всем пока и ждите следующих выпусков. До встречи через неделю.